хочу объяснить свое отсутствие несколько месячная на своем канале и опять с друзьями здравствуйте здравствуйте что с лебедками на шхуне спасибо за вопрос сейчас я покажу тебе паша лебедки амазона вот смотри вот уходами лебедки амазона вот на этой лабире вот так головный пойдем куда 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 вы собираетесь идти ушла ушла я передаю павлу трубку может работать как вы думаете кто меня сейчас снимает меня сейчас снимает маша бродяга всем известный блогер который отправляется завтра под парусами в бразилию а потом ушла ю лодочка додо знакомая какой-то степени родная это идеальная лодка для путешествий вокруг света капитан решил мне сделать тест прежде чем взять меня поваром всем привет всем привет друзья я хочу объяснить свое отсутствие несколько месячная на своем канале дело в том что я нахожусь очень много времени работе море в океане и просто мне не доходят руки до монтирования фильмов это раз во вторых я сейчас оказался в такой ситуации что передвигаюсь на яхте вместе с хозяином который не желает чтобы я снимал как его так и его яхту поэтому мы двигаемся прошли уже почти 3000 миль все хорошо все отлично как видите загар нисходит я дышу морским соленым воздухом то океанским но сейчас я снимаю пока никого не видно в кадре на тенерифе это марина моя родная сан мигель для многих наверняка тоже таких парней как мы с вами становится все больше и больше кстати о парнях не только парни любят яхтинг и также его любят и девушки как вы думаете кто меня сейчас снимает меня сейчас снимает маша бродяга всем известный блогер который отправляется завтра на джуне под парусами в бразилию а потом ушел аю в антарктиду школа называется амазон и я вам ее покажу обязательно итак яхтсмен наша бродяга которая бродяжничает по миру ходит по горам лазит по океанам и ныряет в разные норы откуда успешно потом и выбирается привет ну как ты здесь оказалась что тебя сюда привело 7 перелетов всего лишь 7 перелетов и вот я закрыты для россии области в испании понятно ты что-то увидела интересное для себя на острове тенерифы все все увидела интересное вулканы чистейшее море пальмы вкусная еда здесь все прекрасно я вообще мечтаю чтобы каждый человек сюда хотя бы раз в жизни добрался хорошо куда ты собираешься завтра то есть у тебя завтра в 9 утра начинается трансатлантический переход так но это здорово в качестве кого ты идешь капитана или кока матрос вот это ребята это матрос вот это посмотрите вот она матросня вот вы помните в семнадцатом кто штурмовал крейсер аврора вот это вы знаете что он маши также как у меня сломан нос и первый раз она его сломала в драке вот так это была драка за краба но это было давно и неправда в общем в общем смотрите смотрите канал о путешествиях смотрите канал о яхтинге смотрите заглядывайте в машин инстаграм и в мой канал youtube лодочка до до знакомая какой-то степени родная тоже тоже она здесь сейчас стас она поменяла владельца ладно молчу кто чего как очень часто владельцы не хотят каких-то нюансов там вот ну в общем эта лодочка поменяла владельца совсем недавно приводится в порядок как вы видите и и буквально буквально через я думаю там неделю-две максимум отправиться путешествия свою новую родную марину пойдет она таким интересным курсом в ноябре все идут с ибицы все идут с болиар со средиземки идут в на канарские острова а эта лодка отправится наоборот против шерсти так сказать она отправится наоборот отправится средиземку где хозяин новый и оставит пока непонятно не не определился валенсии ла линея или в картохене непонятно вот но поближе в любом случае к франции к его шикарному псу вот и осталось совсем не дождь не долго лодка будет спущена на воду и я может быть даже получится ну не знаю не знаю не знаю если я смогу поучаствовать и как-то помочь посмотрим увидим сейчас надолго загадывать ничего нельзя любом случае удача здесь три автопилота шикарная лодка вы ее не раз видели у меня на канале это идеальная лодка для путешествий вокруг света она продуманная проделанная она безопасная она надежная удачи туда в общем все отлично не стоит переживать скоро я смогу снова выкладывать видео о том что я вижу сам и показывать это вам я же море нахожусь или в океане не ради контента так что у меня все замечательно я имею и получаю то что я хотел и хочу вот надеюсь следующий репортаж показать вам уже скрип но это будет уже ближе к новому году или непосредственно после него надеюсь это зависит от того как вы когда мы выйдем в стены рифа и следующее видео машина проезжала увидела что я снимаю решила подождать не мешать мне поэтому извините извините что не так часто видео извините что помешала машина и до следующей встречи здравствуйте здравствуйте вот на этой лаймеры вот так вот пойдем куда 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 вы собираетесь идти и через море океан нет на конечный пункт назначения какой удивительно какой ушла я ушла я так но суша и потом дальше же мне дальше не пойду смысле в антаркетане я бы я пойду попадаю елку куда не забудь печать печать такой как у меня поставить с пингвинчиком финда буду обязательно так но ты 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 разобрался с парусами разбираюсь как они называются давай-ка расскажи нам так две мачты да это шхуна майн селл как какой из них майн главный парус первый да так второй у нас я не стебись я не стеблюсь слушая ну правда я не в курсе понимаешь я таком судне никогда не ходил я на таком судне даже на борту никогда не был то есть я мне интересно название ты посмотри сколько здесь такелажа это ну и весь беру щит они не стоит да ну да ну до бразилии будет спокойненько а потом дальше по аргентине но когда дальше уже когда пойдет уже патагония там станет по прохладе нет нет не получается патагония и те 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 если те все равно замороза можно а останемся придачу переселяться я есть если там Субтитры делал DimaTorzok Собирается команда Я думал, ты покажешь свое койко-место Мне же сравнить принципиально с условиями нашими Субтитры делал DimaTorzok 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 и как она ну чё совсем другие здесь вот еще всякие члены команды вот это вот это не будет моим рабочим местом а могло бы быть могло бы быть да да могло бы быть камбуз хороший передний парус у нас гафельный он видите два бревнышка там это вверх поднимается верхняя бревнышка открывается парус а задний парус бермудский так что это шахуна смешанного типа флаг у нас какой флаг ребят аргентина нет не пинский вен финляндская да длина по вытерлении 33 метра ширина 681 а так общая 40 а длина длина 33 если общая то 42 метра длина лодки на симрад наш налогов ветра и marine да там но посередине самое главное компас не электро приборы навигационные на компас крышку от компаса можно еще брать одевать на голову когда ты опускаешься вниз ловить крабов можно как водолаз туда их ловить вот такие путешествия вот на таких яхтах все места распроданы на год вперед хозяин шхуды amazon капитан дэн он на своей лодке стоял рядом с нашей в эдал 2018 в ушуае когда мы собирали скептаун видите как канаты внутри они железные блоки это солярочка 4 бака по 300 литров гушбрит полноценный не имитация два якоря естественно я передаю павлу трубку он может работать коком у него есть опыт и все поэтому и поговорить с ним если что может быть договорить алло да добрый день у меня павел ленка данина данина добрый день это все спонтанно марине сан-мигель совершенно да ваня да ваня с которым с которым лодка пойдет дальше а ага хорошо нам до Кабоверде, да, на недельный период, нужен повар. Мы здесь выходим из Испании, закрываем границу Евросоюза и там заходим опять к Кабоверде. Так, вопросы такие. Когда выход? Выход планируется? Планируем 1-го числа. 1-го числа, в понедельник. Да, но может быть, если наш план сместится со второй, вообще планируем первый. Конечно, нужно появиться на борту уже первым и начинать уходить в пруделы. Понятно. Сколько человек на борту кормить, сколько экипаж? Не только экипаж, а вообще все? 20 человек. 20 человек? 20 человек в сеть. Какие-то определенные требования, продукты, закупки, или это надо сразу участвовать? Закупки осуществляются, я вот не знаю, на старых лет, сейчас смена конденсии на переправе, поэтому в этом нужно закупку. Сейчас, не могу точно сказать, но да, вообще по закупкам план есть, то есть как бы придумывать ничего сильно не надо. Ага. Не гости, не гости, не дорогие клиенты, все несут кампусные вахты, поэтому кроме того, чтобы подготовиться на МОН, нужно вот этих вот среди дежурных, да, как бы помогать... То есть помыть посуду, почистить картошку, с этим проблем не будет? Да, 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 нужно поправить, чтобы люди это сделали, но это люди, которые по нашему регламенту должны это делать. Хорошо, и какие условия? Дело в том, что понятно, что я сейчас на Тенерифе, но мне надо будет вернуться... По поводу... Я тогда бы перенаправил тебя нашему директору, вот, и с ним вот про конкретные условия тогда бы переговорили прямо сейчас. А, хорошо, а тогда как мне оставить мой номер телефона? Сейчас тогда... Сейчас подряд пришлю номер телефона нашего директора, и тогда с ним... Хорошо, хорошо, тогда на связи... И перезвоните, то есть сейчас перешло эти номер телефона, по которому вам нужно будет перезвонить. Могу сказать, капитан решил мне сделать тест, прежде чем взять меня поваром, и пришлось мне постараться и сделать пару блюд, если это будет адекватно или нет. Ну, вот такое чавичи с гранатом из тунца, вот такое тартар из лосося, и вот такой получился у меня карпаччо из рыбы-меч. Ну, я шучу, конечно, все улыбаются вокруг и видят, но это просто обычный рынок в Санта-Круз, который прямо через дорогу от Марины. Я опять с друзьями. О, как ты умрился. Как ты делаешь так? Миша был в экипаже шхуны Амазон, когда она шла из Киля. Ты подсел когда? Да, я сел в Киле, мы прошли по Кильскому каналу, прошли Северное море, вот, в общем, теперь мы здесь, и здесь закончилось мое путешествие. Здесь это где? Где мы сейчас? Мы сейчас на Тенерифе, Тенарские острова. Правильно, слушай, молодец, правильно. Опа, не пропил еще мозги. Мы на Тенерифе, все правильно. И мы что здесь делаем? Мы здесь для маленькой компании, да. Правда, Саш? Я не обманываю? Нет. Так, хорошо. Значит, вот я, зачем, ребята, вам всем показываю это, да, смотрите. Значит, Миша сейчас, у меня такой интересный вопрос. Дело в том, что, когда я лазил по Амазону, я не нашел там лебедок. Что с лебедками на шхуне? Как там обстоят дела? Там пенька, да, вообще? Ну, как бы, в перчатках работают? Ну, можно эти вопросы? Спасибо за вопрос. Сейчас я покажу тебе, Паша, лебедки Амазона. Вот смотри, вот они. Лебедки Амазона, вау. Био, био, да. То есть у нас все, как бы, как называется, зеленые технологии. Все делается исключительно ручным трудом. Все по старинной схеме. Подожди, лебедок вообще нет? Лебедка есть одна на фоке. Но ее используют только, как, ну, набивка уже. Для поднятия якоря? А якорь вы точно вручную поднимаете? Ну, ну, на самом деле, браспель ни разу не включали. Вот. Но я думаю, что... Не стояли на якоре? Если попросят, да, то кто поднимет? Чего бы нет. У нас такие ребята там на Амазоне, ух. Да, да. Так что, да, до сих пор все... Покажи, покажи свои ладошки. Покажи свои ладошки. Да, да. Я хочу убедить. Да, да. То есть перчатки... Через неделю перчатки просто пришлось выбрать. Перестают, да. Вообще перестаешь убрать. Пенька настоящая. Вот так вот, ребята, ходил Колумб раньше в Америку. Не так, как сейчас круизеры ходят, снимают. Я снимаю один день перехода в одну серию. Вот так вот. А здесь минутный разговор за весь переход. Да. Значит, последний наш переход был восемь дней, получается. Но он в топе просто. Да. Просто без остановок. Мы прошли от Бреста французского до Тенерифы. Надо сказать, что не самый простой переход. Ну... Через Бискай, конечно. Ну, да. Бискай покачало в Бискайском проливе. Все туристы, которые там пришли, люди продавали там свои машины, для того, чтобы попасть на шхуну, отправиться в путешествие. Скажи, пожалуйста, кто был... Вот у вас шхуна Амазон включает, вмещает всего 20 человек. 25. 25 – это с командой. Ну, как бы там 18 посадочных мест для, так сказать, туристов или тех людей, которые платят за эти места. Вот скажи, пожалуйста, кто в основном был, допустим, на... Ну... Значит, у нас три вахты, по четыре человека, которые в себя включают практикантов, которую... Практикантов? Которых привела «Морская практика», если вы знаете такая компания. Так, есть фирма «Морская практика», и они привозят клиентов. Хорошо. Я имел в виду не совсем, может, корректный вопрос. Кто в основном был этот народ? То есть это были люди, которые хотят получить себе бербодж-кипер, да, или лицензию? Или это были люди, которые отдыхать были? Это были молодые люди по 18 лет или это были, там, не знаю, ну, мужчины за 50 или, ну... Я скажу за тех, кого я видел. Это был единственный парень... То есть... Основная масса это кто? Гольма. Единственный парень молодой, которого интересовали паруса, а все остальные были люди где-то около пенсионного возраста, которые просто хотели как-то с интересом провести несколько дней, там, своего опуска. Ага. Понятно. То есть это были не матросы, не моряки, не там... Не морские волки, это были простые тетушки. Тетушки. Тетушки, да, которые засыпали на своих занятиях, когда им там объясняли, там, Ford Wings, Bakshtag и все остальное. Это русскоязычные они были? Вот них развод blij. Оп-па! Корей пакет . Брус,arel Аркан lettал того, что нельзя смотреть? Вот, смотри у вас техносов! да они все конечно русскоязычные вот и надо сказать что именно российского плана путешествие стоит чуть чуть дешевле видимо чем европейского поэтому даже там близ израиля например девушки не могли бы пойти там в израильское путешествие еще какое-то выбрали российской операции в общем экономичнее понятно понятно ну хорошо спасибо за все искренние ответы когда вернусь то точно женюсь это слова моряка когда вернусь то расплачусь это слова моряка это слова просто слова это слова моряка у нее длинный нос и большая корма это жена моряка это жена моряка это жена это жена моряка такая беда это беда и союзу капотною быть это беда моряка ломаный гроши кабацкий кудеж это цена моряка нас лучше здоровья в море герой это цена моряка это цена такая брат цена моряка ломаный гроши кабацкий кудеж это цена моряка лодку свою везти по волнам это мечта моряка это мечта моряка это мечта это мечта такая мечта моряка лодку свою везти по волнам это мечта моряка солью пропитана борода это судьба моряка откачки не денешься никуда это судьба моряка это судьба это судьба такая судьба моряка это не пройдет она борода это судьба моряка уху